Приветствую, друзья! У нас сегодня будет бесплатный ликбез в 21 час 30 минут. Затем завтра у нас будет вебинар с Романом Газенко. Подписывайтесь, кому это нужно. Потом, значит, я написал такой коммент в ответ одной даме, которая мне написала «Я бы вам поверила», это когда я новый приём показал, «Я бы вам поверила, если бы не посмотрела цены на ваши картины». Да, я ей ответил там, написал. Всю работу я на 90% делаю в интернете бесплатно. Я делаю бесплатный ликбез, я выставляю ролики, показываю новые приёмы. И при этом вы хотите, чтобы я ещё картины бесплатно вам отдал? Вот как это странно. Я в своё время где-то 400 с лишним картин подарил своим друзьям. Самым разным, которые приходили в центр ко мне на Таганке, в Центр защиты от стресса. Понравится картина, дай мне её. Я ему, на. А потом я понял, что так делать не надо, потому что тогда она обесценивается. Потому что всё-таки это творческий труд. И вся работа, которую я делаю в интернете, это творческий труд. Я делаю бесплатно на 90%. И помогаю при острой помощи, когда надо сделать. И делаю ролики, и рассказываю интересные вещи, уникальные. И тут вдруг такой коммент. Вообще моё искусство для меня тест. Раньше приходили в центр ко мне. Кто-то приходит в таком состоянии хорошем и говорит, ой, какие у тебя картины. А другой приходит и говорит, а что это у тебя на всех картинах глаза такие злые. Это зависит от состояния человека. И поэтому я подумал, я ведь сам эмоциональный. И когда мне такой какой-то коммент напишут, неприятный для меня, я тут же готов, как говорится, ну да. А потом я себе говорю, стоп. И вам советую всем, кто считает себя слишком эмоциональным, вот этот реактивный момент эмоции, сказать себе стоп. Дать время подумать. Я поэтому там написал такой коммент, что я на 90% делаю работу бесплатно. И это уникальный контент, который я даю. Во всем интернете, во всем мире такого контента бесплатно никто не дает. Потому что это авторский контент. Это в основном изобретения, которые рождаются путем исследований, большой мыслительной работы. Это изобретения, чтобы создать, чтобы его проверить, официально утвердить. Это проходят годы, и очень много расходов душевных сил, и физических, и времени. И поэтому стоп. Бесплатный ликбез сегодня у нас будет, очередной, регулярный. Напоминаю, в 31 число в 21 час 30 минут. И там, когда мы выходим, там мы на трансляции будем давать номер зума, чтобы вы могли выйти и задавать свои волнующие вас вопросы. Напоминаю еще про вебинар. Он будет 1 числа. И поэтому поторопитесь, кому это очень нужно. И вообще, вот это стоп очень хорошо. И мне это помогло подумать и дать нам такой ответ. Труд, он должен быть каким-то образом с обратной связью. Дело не только в деньгах. Потому что я когда работал врачом в поликлинике, много-много лет назад заведовал кабинетом иглотерапии, приходил ко мне один человек, инженер. Ну тогда денег врачи не брали. И он говорит, слушай, я хочу тебя чем-то отблагодарить. Давайте я приборчик сделаю, чтобы ты точки быстрее находил. Видите, какое отношение. Так вот, я по этому даме написал такой ответ, что прежде чем писать неприятные комменты, сначала надо подумать. Поэтому, скажите себе, стоп. Я тоже эмоциональный. Видите, какой я эмоциональный. А видите, какая картина. Включаем коллективный разум. Потому что с прошлого раза она вот так улучшилась. Сейчас вот она будет еще улучшаться. Чего не хватает, где что добавить. Мы вместе совершенствуем наше искусство, нашу науку и искусство. Потому что эти новые приемы создаю я в сотворчестве со всеми участниками нашей школы «Человек будущего» Хомо Футурус. И мы таким образом учимся коллективному творчеству, чтобы решать вопросы, которые раньше нам казались недоступными. До встречи, друзья!